Всем привет! С вами, как всегда, Бэринг, рубрика, выходящая примерно раз в полгода под названием «Мнение о проекте», и сегодня речь пойдет о Гамбите. Гамбите И да, за этот обзор мне продажнейшему ютуберу немного заплатили, но тем не менее, я думаю, что в каком-то обзоре, где бы мне ставили какие-либо ограничения, я бы не смог произнести словосочетание «Гамбит ебаная параша». И вот уже после этих слов, которые, я думаю, должны доказывать то, что я буду говорить здесь свое субъективное мнение, можно начинать. Весь обзор поделен на несколько подкатегорий, каждая из которых играет немаловажную роль в общей картине проекта, так что давайте не буду затягивать, и уже как раз-таки к этим самым подкатегориям буду переходить. Да, начну я, пожалуй, с сайта, потому что, так или иначе, обновился он относительно недавно, и, как по мне, то обновился по большей мере в лучшую сторону. Тут, в принципе, как и в прошлом варианте, максимально сжатая информация на главной странице, что касаемо минусов, то это слегка кривое отображение некоторых моментов на других разрешениях устройств. То есть где-то лучше было бы добавить еще каких-то отступов, в одном моменте мне непонятно для чего текст растягивается на всю ширину, потому что, ну, реально смотрится не особо корректно, но, тем не менее, это уже такие, даёбы моей натуры разработчика, и все же в целом, картинка с сайтом складывается более-менее позитивная. ЮЦП — это прям реальная тема для множества обсуждений, потому что недавно ее слегка так видоизменили, немного укоротили первый этап, убрали один вопрос из второго, и в третьем шаге вместо характера персонажа теперь нужно расписывать его Квенту. И многие гласили о том, что все, теперь регистрация стала проще, на сервере появится больше неадекватов, и все в таком духе, но лично, допустим, какая ситуация со мной? Я, как проходил спокойно раньше это ЮЦП на гамбите, так же более-менее спокойно прошел его и сейчас. Единственное, что у меня бывают, возникают небольшие затупы из-за не особой ознакомленности с правилами сервера, но, так или иначе, в одной вкладке открывается ЮЦП, во второй эти самые правила, и все спокойно проходится. И, в общем-то, это я к чему. С моей точки зрения, если человек адекватный, то он спокойно сможет пройти и действующую регистрацию, и спокойно прошел бы и прошлую, без каких-либо проблем. А если человек, скажем так, не самого адекватного посева, то хоть там будет, возможно, и меньше вопросов на разных этапах, но если он долбоеб, то все же ЮЦП, я здесь думаю, справится со своей своеобразной оборонительной ролью. Так что, да, окей, здесь явно можно было бы сделать ЮЦП немного жестче, но, как бы, тут на самом деле палка с двух концов, потому что делаешь сложно проходимую регистрацию, повышается уровень РП и понижается онлайн. Делаешь регистрацию проще, все в точности, да наоборот. То есть, онлайн растет, а уровень РП, соответственно, проседает, и, как бы, да, нужно это как-то умело сбалансировать, но, тем не менее, на данный момент, я думаю, что гамбит это условный лидер по ролевой составляющей, потому что, как бы, конкуренции на самом деле особой-то и нет. В перспективе есть, конечно, пара интересных проектов, на которые хотелось бы посмотреть, но этот видеоролик явно не об этом. С модом гамбита ситуация тоже складывается достаточно интересная, потому что я просто периодически ловлю флешбеки где-то годовалой давности, когда у них был ебучий баг с неотображением метки на карте, который они не могли пофиксить, ну, прям, очень долгое время, и меня, я помню, это прям реально заебывало. Но, так или иначе, с течением времени ситуация немного изменялась в более положительную сторону, как минимум убрали тот самый баг с меткой, да и, в общем-то, за прошедший год появилось относительно немалое количество всяких интересных систем, фишек и всего подобного. И, если довольно кратко пробежаться по плюс-минус интересным апдейтам, которые появились относительно недавно, ну, или не особо недавно, а просто я их раньше за время игры не замечал, то, в общем-то, получится такой вот небольшой списочек. Первое, это система телефона, о которой говорить, в принципе, особо много не стоит, потому что на ее реализацию лучше просто посмотреть и понять, что это охуенно. Я уже, в принципе, высказывался касаемо этого обновления еще в своих старых новостных видеороликах, но, так или иначе, это не отменяет того факта, что сделано действительно качественно, красиво, юзабельно, удобно. Ну и, в общем-то, да, здесь можно еще довольно много всяких синонимичных эпитетов поподбирать, но суть, думаю, в любом случае понятна. Еще за последний год были реализованы системы оттачи для персонажа и для транспорта. И тут, как бы, да, чего-то прям такого инновационного нет, потому что система оттачи – это далеко не новизна, но, как минимум, в случае с транспортом реализация весьма интересная, потому что вы можете оттачить только те объекты, которые находятся у вас в багажнике автомобиля, что, в принципе, весьма логично. И, кстати, касаемо взаимодействия с транспортом, то при нажатии клавиши H у вас появляется менюшка, с помощью которой можно открывать и закрывать машину. И, опять же, это вроде бы и максимально просто, но, тем не менее, я вместо того, чтобы забивать в биндер команду слэш-лог, юзаю как раз-таки этот самый текст-драв, потому что, ну, это реально удобно. Да, и если заводите речь касаемо текст-дравов, ну, блин, тут, я думаю, и так все понятно – текст-дравный инвентарь, текст-дравный телефон, менюшки взаимодействия сделаны на всяких текст-дравах, и лично я в этом, опять же, вижу по большей мере только положительные моменты. Ну и, в общем-то, да, здесь можно было бы еще порассказывать про систему трейлеров, сигнализации, торговых лавок, но все это перекрывает одна реально стоящая система, которая связана с интерьерами, мебелью, домами и всем таким подобным. Такого я, в принципе, еще не видел нигде, потому что на Гамбите, покупая либо дом, либо квартиру, у вас появляется возможность полного изменения, полной перепланировки всего этого дела. Вы можете расставлять большое количество мебели, всяких разных новых объектов, выбирать для них разные текстуры из огромного списка, менять стены, потолки, полы, и плюс ко всему это все еще можно делать отдельно для каждой комнаты. Также можно просто сделать полную перепланировку интерьера и подобрать картинку максимально приятную для себя. Ну и, короче, да, я думаю, что из только что сказанного становится понятно, что реализовано все очень даже хорошо. И в дополнение, касаемо интересных систем, можно также задеть вообще довольно глобальную тему, касаемо взаимодействия между двумя серверами Гамбита. То есть, да, кто не в курсе, то на одном сервере игра происходит в рамках LS. И регистрируя аккаунт либо там, либо там, вы автоматически, по сути, регистрируетесь на обоих серверах, потому что это сделано как такая некая единая экосистема. То есть, допустим, я зарегистрировал себе аккаунт в Сан-Фьерро, и по ходу истории персонажа у него возникает потребность оказаться в Лос-Антосе. И для этого мне нужно будет пойти купить билет, либо для перелета, либо для переезда, дождаться посадки, и по итогу, после всего этого процесса, с определенными нюансами, мой персонаж, мой как бы аккаунт, уже будет дислоцироваться на первом сервере на территории Лос-Антоса. И, короче, да, это довольно сложная для объяснения тема, но в любом случае подобного еще нигде не реализовывали, и это реально круто. Поэтому, да, подводя такой небольшой итог касаемо мода, я думаю, что все же положительные моменты здесь преобладают. Если говорить касаемо маппинга, то нет. Здесь не надо говорить, здесь нужно просто показывать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Касаемо работы администрации, то я здесь прям как-то обширно сказать чего-либо не смогу, потому что мне с ними просто-напросто не приходилось особо взаимодействовать. Единственное, с кем я связывался из команды поддержки, так это с хелперами, потому что так или иначе возникали разные вопросы касаемо мода, которые я им задавал. И если так попытаться на вскидку сориентироваться, то, наверное, где-то каждый пятый вопрос в их сторону оставался, к сожалению, проигнорированным. И да, это тоже тема для множества разных дискуссий, всяких конфликтов и тому подобного. Да и в принципе, знаете, мое мнение касаемо всего этого тоже будет, скорее всего, далеко не самым правильным, потому что я в этой всей каше долгое время не варился, и как-то полноценно сориентироваться и рассказать вам о ситуации с уровнем РП, с уровнем адекватности аудитории было бы довольно проблематично. Но все же, если чисто вкидывать все-таки нотку моего субъективного мнения, то на действующий момент, именно по уровню ролевой составляющей, это, скорее всего, лучшее, что мы имеем. Да, за время игры, конечно, мне встречались люди, которые не самым адекватным образом себя проявляли, не блистали, скажем так, орфографией, и, честно говоря, хрен его знает, как они вообще тогда справились с регистрацией. Но, тем не менее, большая часть игроков это все же проявление адекватной стороны общества, и взаимодействовать с ними было вполне себе комфортно. Я здесь не буду загонять какие-то моменты касаемо неинтересных банальных ролей и тому подобного, потому что, ну, я, скорее всего, сам к этому классу банальности отношусь, и поэтому такие вот дела. Ну и, в общем-то, да, такой вот по итогу получился довольно короткий обзор Гамбита, и, в принципе, если вы прям максимально топите за РП, и вам прям нереально важна эта самая ролевая составляющая, то добро пожаловать. На Гамбите вы, скорее всего, найдете то, что ищете. Но, как бы и пофаниться, немного понарпешить безнаказанно у вас тоже особо не получится. Но, в принципе, ладно, это уже заговорила другая, не самая РПшная часть Беринга, и слушать ее явно не стоит. Так что, да, такие вот дела. Спасибо вам огромное за просмотр. С вами, как всегда, был тот самый Беринг, и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!